Этому не учить в школах. А жаль, ведь человек с любой профессией, набравшись опыта, может захотеть избавиться от статуса наемного работника и открыть собственное дело. И сразу возникает множество вопросов. Где зарегистрироваться, какие налоги платить и как отчитаться перед инспекцией. Но в Министерстве по налогам и сборам решили помочь новичкам и разработали специальный электронный сервис-подсказку. Словарик налогоплательщика. Сервис «Создай свой бизнес» — детальное пошаговое руководство по открытию и ведению своего дела. В этом году налоговые органы Министерства по налогам и сборам предложили еще один электронный сервис для наших будущих платильщиков. Те, кто будет непосредственно заниматься бизнесом. Мы считаем, что вот этот электронный сервис позволит в рамках либерализации законодательства более грамотно подойти к организации своего нового дела. Общее впечатление кратко, емко и доступно. Все разложено по полочкам. Есть ссылки на законодательные акты и ресурсы нужных госорганов. Обратите внимание, сервис находится на сайте Министерства по налогам и сборам по адресу налог.габай в разделе «Электронные сервисы». Индивидуальный предприниматель или юрлицов. Этот вопрос задают себе многие будущие бизнесмены. Сервис поможет найти ответ. Здесь детально расписаны все преимущества и недостатки и той, и другой правовых форм. Определились, теперь пора действовать. Далее пошаговая инструкция, как открыть, вести и закрыть бизнес, если что-то пошло не так. Алгоритм действий прописан и для ЕП, и для юрлица. Итак, шаг первый – госрегистрация. Обратите внимание, подать документы на госрегистрацию и пройти процедуру можно онлайн, не выходя из дома. Сервис переадресует на нужный ресурс портал «Единый государственный регистр». Максимально детально расписаны все налоговые вопросы. Как выбрать оптимальный налоговый режим, правильно заполнить платежное поручение и использовать контрольно-кассовое оборудование. По каждому пункту четкая инструкция. Любому предпринимателю будет весьма полезна информация о налоговых проверках и порядке обжалования их результатов. А выбрать оптимальный налоговый режим помогут специальные калькуляторы на сайте министерства. Когда вы будете переходить в раздел выбора объектов налогообложения, какую систему применять, необходимо будет еще обратиться к электронному сервису налогового калькулятора. Вы сможете уже дополнительно сразу просчитать, какие налоги вам необходимо уплачивать в определенные периоды вашей деятельности. Представлены калькуляторы для разных режимов налогообложения ИП и предприятий. Интерфейс прост. Достаточно ввести нужные данные, и расчет готов. Напоследок описан порядок действий при ликвидации ИП или компании. Увы, в минусе такое случается. Конечно, сервис «Создай свой бизнес» не подскажет, как стать прибыльным и успешным, но точно поможет избежать многих юридических промахов и налоговых ошибок на старте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова